Беспрецедентные по своей сути решения принимались в минувшие три года. Центробанк в преддверии обрушения глобальных цен на нефть объявил о свободном образовании курса рубля. По мысли нынешнего руководства ЦБ, финансовый рынок должен сам нащупать дно российской национальной валюты и тем самым стабилизировать ситуацию. Все хорошо помнят события конца 2014 года и начала 2015, когда обрушение рубля достигло пиковых значений. Тогда один европеец торговался на уровне 100 рублей. На финансовом рынке наблюдалась самая настоящая паника, но не для спекулянтов, которые приумножали свое благосостояние семимильными шагами. Ситуация была настолько критической, что ЦБ под давлением выше в руководство страны принимает решения о валютных интервенциях. Сегодня аналитики компании «Финэкспертиза» опубликовали отчет о потерях Банка России в результате непродуманной и во многом ошибочной политики. Так, за три минувших года золотовалютные резервы российского ЦБ сократились на 142 миллиарда долларов. Это примерно по тысяче долларов на каждого российского гражданина, заключают эксперты. А теперь самое главное, к сегодняшнему дню российская национальная валюта отыграла большую часть понесенных потерь. Другими словами, Банк России переложил в карманы спекулянтов более 142 миллиардов долларов, которые могли бы направить на развитие реального сектора отечественной экономики. Команда Набиулиной все последние три года действовала в интересах глобальных и российских спекулянтов, где первую скрипку играли государственные банки. Им не стыдно сообщать о чистой прибыли в 400 или 500 процентов, полученной фактически в результате сговора регулятора и финансовых воротил. Продолжение следует...